Мы даже не знали, что эти суммы. Мне кажется, что таким образом институт решил покрыть свои расходы путем уставления финансовых услуг. У нас сроду 50 тысяч за месяц не забегало. У нас всегда было по 5 тысяч, а по 5 тысяч. А что вы, извините? Ну, вы уже, наверное, предъявили какие-то документы, наверное, на основании выставленных счетов ресурсоснабжающих организаций. Насколько я помню, договором предусмотрено. И счета фактуры тоже есть. Есть счета фактуры? Счета фактуры тоже есть. Выставим сегодня, Евгений Викторович. Так, ну я, уважаемые коллеги, считаю, что надо медиацию прекратить, потому что мы из пустого в порожнего переливаем. Пожалуйста, пусть обращается в суд, Евгений Викторович. У меня тоже есть ощущение, что вы не договороспособны. Одна сторона отрицает полностью существование работ, другая полностью существование потребленных коммунальных услуг. Если мы в таком формате будем продолжать, то, конечно, ситуация получит развитие нежелательного. Но я призываю выписку на рынок. Мне предлагается, то есть, представляется более справедливым другой вариант. 25 тысяч рублей сразу и 25 тысяч через месяц. Марат Александрович, было бы полезно два слова произнести в обосновании этого предложения? Нет, я ухожу. Все, время уже истекло. Ну, будем считать, что эта сессия медиации у нас прервалась, да? У меня же есть право отказаться от дальнейшего участия. А вот в третейском суде такого права у меня нет. Итак, уважаемые коллеги, хочу вас спросить, мы будем переходить в стадию третейского разбирательства или нет? Так, имеется в виду, что вот сейчас Ирина Владимировна, как третейский судья, сформулирует свое решение, и там уже оно будет обязательным для исполнения. Да? Евгений Викторович, вы будете наставить на третейском суде, да? Так, ну вот, Светлана Леонидовна, давайте... Наверное, это я должен был спросить-то вообще-то, будут стороны или не будут. А, нет, у нас просто медиация прервалась, потому что одна из участников, одна из сторон не желает дальше участвовать. Я имею в виду роль, которую играл я, да? Я занимаюсь здесь сильную позицию, выкручиваю руки, откровенно говоря, и прямо в лицо заявляю Евгению Викторовичу, через суд вы добьетесь защиты своих прав? Может быть. Но это произойдет далеко не скоро. Я упираю на волокиту судебную тоже, чем не ответ, да? Но, если у нас возникнет судебное разбирательство в арбитраже или третейском суде, то оно может быть урегулировано за несколько дней. Есть такая основа в случае, когда обе стороны быстро достигнут соглашения о выборе конкретного арбитра, которому поручат рассмотрение спора. И вот здесь у меня возникает такая двойственная ситуация. С одной стороны, я стараюсь сохранить лицо как администратор, да? Как человек, который сдерживает свои обязательства. С другой стороны, я хочу во что бы то ни стало вот эти 50 тысяч захватить у Евгения Викторовича с тем, чтобы получить дополнительный источник поддержки нашего бюджета. Как быть? Я беспокоюсь, что если Евгению Викторовичу как следует руки не выкручиваются, то он ускользнет и потом сам заволокитит этот процесс. Потому что юрист искушенный, я это чувствую. Поэтому я продолжаю...